Итак, мы сегодня начинаем достаточно объемный курс, который я обозначил как историю европейского инструментария и инструментальной музыки. И, в общем-то, речь пойдет о достаточно необычном взгляде, необычном подходе, я бы даже сказал, необычной проблеме как таковой. Так как, на самом деле, если вы обратитесь к блоку искусствоведческих работ, то там будет огромное количество работ, посвященных форме, может быть, чуть меньше гармонии. И на порядок меньшее количество работ посвящено именно инструментовке и инструментостроению. Фундаментальных книг, написанных на эту тему, тоже достаточно мало. Мало это не значит, конечно, что 10-20. Ну, мало это значит, что несоизмеримо меньше, чем по всем остальным отраслям искусствоведения. И, в общем-то, тема действительно является в каком-то смысле проблемной, потому что музыковеды многие не рискуют браться за нее, так как она, с одной стороны, считается, что должна быть связана с акустикой, то есть с арканологией, с строением музыкальных инструментов. С другой стороны, с спецификой практики использования инструментов, которая более понятна композитору, чем искусствоведу. И в этом смысле, в общем-то, может быть и правильно, что многие не рискуют писать на эту тему, так как встречал несколько достаточно забавных работ, причем достаточно солидных искусствоведов, не буду, естественно, называть их фамилией, бы это некрасиво, где, в общем-то, очень долго может объясняться, как здорово композитор преобразовал тему при перенесении с одного инструмента в другой, и, в общем-то, не учитывается тот факт, что просто этот инструмент по-другому не смог были сыграть, по каким образом. То есть речь идет, должна идти не о герменертике, а просто о хорошем знании, о специфике исполнения на том или ином инструменте. Я попытаюсь в сегодняшнем курсе, который я буду, естественно, читать не только сегодня, сегодня и еще в течение ближайших двух дней, обобщить тот опыт, который я приобрел в преподавании этой дисциплины. Я веду ее уже 11 лет, а помимо этого свой просто композиторский опыт, который имею, естественно, значительно больше. То есть уже лет 20, так, наверное. Но специфика моего курса не в этом, потому что на самом деле есть отличные курсы, и опубликованные того же Фортунатова, и те, которые читаются в ВУЗах Москвы, ну, в частности, Алексеем Львовичем Ларином в Несенской академии. Это будет, естественно, называться «История оркестровых стилей», но то, о чем мы будем говорить в нашем курсе, к подобной дисциплине будет иметь непосредственное отношение. Специфика моего курса в том, что вот уже на протяжении последних лет я занимаюсь преимущественно эстетико-философскими исследованиями, культурологическими исследованиями, а не музыковедческими. Именно это основная моя деятельность, и я предлагаю вам взгляд на историю музыкальных инструментов с точки зрения широкого культурного контекста, не замкнутого внутри истории музыки, а не соизмеримо более широкого. Я очень часто буду говорить вовсе не об инструментах, но, например, когда мы дойдем до истории средних веков и раннего возрождения, то, в общем-то, это тот период, где по нему, по его инструментарию написано относительно мало, а если и написано, то, в общем-то, не совсем о том, о чем мы будем говорить. К примеру, ни в одной работе по становлению оркестра или по развитию инструментов не будет приниматься во внимание колоссальный пласт, музыкальный пласт этой франко-фламандской полифонической школы. То есть о нем могут написать только о последних его представителях, когда в месяцы стали вводиться музыкальные инструменты. Но мы же с вами будем достаточно большое количество времени, я планирую, уделить именно франко-фламандской полифонической школы по той простой причине, что если не понять, как из хора вызревал оркестр, мы никогда не поймем, как появился европейский оркестр. Потому что на самом деле оркестр может быть не только такого типа, который мы знаем по оркестру европейского образца. Оркестры могут быть совершенно другими, более того, оркестры и появились не в Европе. Таким образом, включая необычные для музыковедческой практики источники, где музыковеде не все так или иначе разложено по полочкам, делая перекрестные ссылки, зачастую не демонстрируя непосредственную преемственность, а давая именно амплификации. То, что в псевдологии именуется этим словом. Некие параллели. Без претензий на то, что одно на другое повлияло, а демонстрируя иные грани культуры конкретно исторической эпохи. Мне, как мне кажется, удалось создать курс специфический. Я не претендую на то, что он лучше, чем те курсы, которые читаются всеми уважаемыми нами вузами. А просто он другой, и он позволяет скрыть в истории развития инструментов совершенно иные грани. И если вы эти грани знаете, то, в общем-то, вы с ними можете работать. Если вы же на них не обращаете внимания, то, в общем-то, на мой взгляд, история развития инструментов от этого становится беднее. Несмотря на то, что курс я обозначил как становление европейско-инструментария, естественно, мне на самом деле придется делать экскурсы и в музыку Азии, потому что целый блок инструментов появился впервые именно там. И какими бы мы ни были там еврофилами, тем не менее избежать того, что струнные щепковые появились в Азии – это факт. Струнные смычковые появились в Азии – это факт. Оркестры первые появились в Азии – это тоже факт. Таким образом, мне постоянно придется устанавливать корреспонденцию между азиатским инструментарием в том числе. Но я так называл свой курс, потому что прежде всего я буду придерживаться линии европейского инструментария и делать ссылки на азиатские инструменты только в том случае, когда они могут либо выступить в роли хорошего контраста по отношению к тому, что мы будем наблюдать на территории Европы, либо непосредственными предшественниками выступать тех инструментов, которые мы, в общем-то, по европейскому инструментарию и знаем. И, в общем-то, не затягивая больше время вступительной части, мне кажется, я достаточно обозначил наше проблемное поле, я бы хотел начать с такого весьма важного вопроса, с которого, в общем-то, начинать подобный курс истории. Не с истории, а с вопроса, а что, в общем-то, такое музыкальный инструмент. Вопрос, на самом деле, непростой. Я не претендую на то, что я на него исчерпывающим образом отвечу, но, тем не менее, обозначить какие-то вещи я попытаюсь. Ну, например, пластинки металла, обозначенные как фермы, в том же кольце Невелунга у Лагнера, музыкальным инструментом являются. Печатная машинка в пресловутой пьесе Лерой Андерсона музыкальным инструментом является. А вот, допустим, какая-нибудь пожарная сирена, если она стоит в пожарной части, то музыкальным инструментом не является. А попав в партитуру ионизация Эдгара Варезе, музыкальным инструментом неожиданно становится. При этом конструктивно никаких изменений в ней не произошло. Это все та же самая сирена. Поставим вопрос, возначим его еще более радикально. Вот, например, такие инструменты, которые, по сути, звучат акустическим образом и представляют собой и диафоны, как акустический звонок. Вот у меня в квартире висит звонок, он ми до второй октавы дает. Причем это пластинки, выполненные из металла, из которого могли бы быть выполнен какой-нибудь дешевый металлофон детский. То есть они дают чистый тон и ударяют по ним настоящий молоточек. Естественно, никаким образом музыкальным инструментом этот звонок не является. Он выполняет сигнальную функцию, то есть он оповещает о том, что кто-то пришел. Вот его основная роль. Получается, что если развернуть эту мысль далее, что даже так называемые музыкальные часы, то есть часы, которые там башенные часы по типу курант, или часы музыкальные, использующиеся в помещении, даже если они играют фрагмент музыкального произведения, но играют его для того, чтобы обозначить, например, полдень, естественно, музыкальным инструментом они не являются, так как они используют музыку с не музыкальной целью. Они используют ее в качестве возвещения, в качестве сигнальной функции. И, естественно, даже к этим инструментам, зачастую достаточно сложным по конструкции, можно предъявить вопрос, а являются ли они музыкальными. И с большой долей вероятности ответить, что, скорее всего, нет. Не вдаваясь в дальнейшую дискуссию по этому вопросу, ибо здесь, на самом деле, есть очень много проблемных моментов. Я обозначил относительно прозрачные лишь из них. Попытаюсь сформулировать все-таки, а что такое тогда музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент – это, получается, такой инструмент, который используется в музыкальном произведении. Все. То есть, если вы будете играть на летаврах в карты, возможно, они в этот момент даже будут звук издавать. Но музыкальным инструментом они не будут являться. Не будут являться рабочей поверхностью, заменяющей собой стоп. Но, если вы будете использовать там, не знаю, цепь от мотоцикла, уронить ее нужно, да, есть такие произведения, причем классика, да, музыки 20-го столетия, то музыкальным это будет. Ну, или шумовой оркестр Голышева, да, еще раньше, задолго до Орхвардского появившийся. Да и Орхвардский шумовой оркестр. То есть, это музыка. В то время как все эти же самые вещи, использующиеся вне музыкального контекста, музыкой не являются. Я показал более того, что даже сам музыкальный инструмент, который используется не в музыкальных целях, естественно, в данном случае музыкальным инструментом не является. С этим разобрались. Это, на самом деле, очень важный момент. И, в общем-то, считаю, что с этого всегда нужно начинать. Второй важнейший фактор. Дело в том, что история музыкальных инструментов, заметьте, как я обозначил курс, он состоит из двух параллелей. Это совершенно две разных ветви. Одно – это история практики применения музыкальных инструментов, а другое – это, собственно, история музыкальных инструментов. Это взаимосвязанные вещи, вещи, которые не могут друг без друга существовать, потому что я уже объяснил вам, что музыкальный инструмент является музыкальным только в музыке. Но история практики применения музыкальных инструментов и история инструментов на самом деле – это вещь неидентичная. Это два совершенно различных феномена, которые внутри единой истории сосуществовали, но существовали весьма специфическим образом. Дело в том, что история сохранила для нас инструменты, которые датируются возрастом в несколько десятков тысяч лет. В то время как более или менее изученная музыкальная практика датируется возрастом всего в несколько тысяч лет. Я уже не говорю о том, что первые записанные, расшифрованные музыкальные произведения еще позже появились. То есть, получается, перед нами, как перед исследователями, становится вопрос о том, что история инструментов – это огромный блок исторический, история изучения музыкальной практики, их применения – несоизмеримо меньший блок, и, собственно, история музыки еще меньше. При том, что из первого нашего тезиса мы выяснили, что все это взаимосвязано. Получается, первые вот эти два блока, они могут изучаться весьма специфическим образом. То есть, мы не можем никаким образом, изучая эти древние инструменты, никак представить, какую на них играли музыку, и более того, даже описать ту практику их использования, которая тогда с очевидностью была. Ибо если есть музыкальный инструмент, на нем что-то и каким-то образом играли. В каких-то целях. Это все остается абсолютной загадкой. Более того, древнейшие инструменты, о которых мы сегодня поговорим, остаются загадкой даже с сил того, кто их создал. То есть, грамманьонцы или неандертальцы. То есть, это вполне возможно даже не человек создал, ибо неандертальц в наших генах, его ген, в лучшем случае, несколько процентов. То есть, это даже не наш прямой предок. Однако, музыка могла быть уже и у них. Таким образом, мы сталкиваемся с существенной проблемой, разрешить которую нельзя. Первый, огромный период истории музыки – это история инструмента. Да, их не так уж много, но они есть, и те даты, которые им привязаны, в общем-то, не могут не впечатлить. То есть, это фантастические цифры по отдаленности от нашего времени. Другой вопрос, который встает, когда мы подходим к анализу истории музыкальных инструментов, это то, что вы видите как раз на схеме. Дело в том, что есть практика применения инструментов без обновления инструмента. А с другой стороны, обновление инструментов без обновления практики их применения. И это тоже два внутренних субпотока, которые в единой истории инструментов находятся, которые нельзя смешивать. Да, чаще всего происходит так, что обновленный инструментарий начинает обновленным образом использоваться. Или наоборот, необходимость, которую композиторы чувствуют, они реализуют за счет обращения к мастеру, который конструирует новый инструмент, который может исполнить то, что было нужно автору. Ну, мы все знаем, там, союз Берлиоз-Сакс, да, или Вагнер-Геккель и так далее. Но, на самом деле, так бывает не всегда. Вполне могут быть примеры, когда радикальнейшим образом обновляется музыкальный инструментарий, но практика его использования остается абсолютно такая же. Но хороший пример, это, допустим, вот электронный инструмент, электронная пианино или электронный рояль. Способ звукоизвлечения здесь никаким образом не молотачковый и не струн. Есть, да, конечно, рояль, который со звукоснимателем и с молоточком, но речь идет о вот этом инструменте. То есть здесь абсолютно электронная начинка, но он используется как абсолютный аналог рояль. То есть инструмента, который является ударным хордофоном по существу своему. И в данном случае как раз инструментарий полностью обновился, то есть он даже имеет иную природу воспроизведения звука, но используется таким же образом, как инструменты использовались еще с 19 века, когда появился, собственно, рояль с педалями. Есть же прямо противоположная тенденция, та тенденция, с которой вы чаще всего сейчас можете столкнуться в 21 веке, да и в конце 20-го. Это использование всевозможных новых техник, игры, но уже утвердившихся инструментах. Причем, если с двуховыми ударными это не совсем так, ибо инструменты имеют скорее название древнее, инструменты эти все-таки обновлялись, по крайней мере, до 20-го столетия, то в случае со струнными мы имеем совершенно уникальную картину. Ну, уважающий себя струнник играет на инструменте 18-го и то и 17-го столетия. Однако он может играть Шарина, он может играть Хельмута Лахенмана и извлекать из этой самой скрипки те звуки, которые в момент того, когда ее создавал мастер, и никаким образом в нее не закладывались. Стречь идет не просто о том, что на современной скрипке можно это извлечь, но можно извлечь на той же самой скрипке, для которой писали Вивальди, Моцарт и так далее. Таким образом, мы видим, как внутри вот этого кабеля исторического, да, есть два потока, они чаще всего, конечно же, взаимодействуют, но могут и никаким образом не взаимодействовать или почти не взаимодействовать. И не уделить этому внимания тоже, конечно, нельзя. Так что мы сталкиваемся с целым рядом проблем. Попытаюсь их еще раз обозначить, прежде чем начнем, собственно, историей заниматься. Это то, что музыкальный инструмент, это инструмент, который используется в музыке. Вот мы установили непосредственную взаимозависимость между одним и другим киногеном. Далее. Внутри этой истории мы наблюдаем историю инструментов и историю практики их применения, и так исторически сложилось, что они не равнообъемно сохранились, хотя, естественно, всегда равнообъемно использовались. И, наконец, то, что уже период истории изученный, то, что называется периодом классической музыки, естественно, обновление инструментария, обновление практики, его применение, не всегда идет шаг в шаг. Кто-то может забегать вперед. И очень даже. Они могут расходиться. Следующая очень важная проблема, которая вот как раз является, наверное, больным местом именно для искусствознания, для музыкознания, потому что музыкознание каким-то чудесным образом умудрилось эти изменения проигнорировать, которые произошли во всех других гуманитарных науках во второй половине XX века. Я имею в виду эпистемологию. Я имею в виду эпистемологию в понимании Мишеля Фуко. Не эпистему в плане платоновском, в понимании платоновском, как знание, противоположность доксе мнению. То, что Мишель Фуко называл археологией гуманитарных наук. То, что каждая эпоха предоставляет совершенно свой специфический тип мировоззрения, и все элементы культуры, элементы естественного искусства, как туда включенные, функционируют внутри этой эпохи абсолютно специфическим образом. То есть, когда они переходят в следующую эпоху, название остается, даже внешний инструмент может остаться тем же самым. Но я вам отлично привел пример, допустим, игру Лахенмана на скрипке Гварнери, допустим. Но сохраняющееся название и сохраняющийся объект переходит в иную ценностную систему и начинает функционировать совершенно по-другому. Таким образом, создается очень иллюзорное состояние и представление о том, что многие вещи пребывают в веках неизменными. Почему? Потому что сохраняется их название, сохраняется их внешний вид. Но, если мы копнем чуть глубже, то окажется, что под одними и теми же феноменами в каждую эпоху понимали совершенно различные вещи, настолько различные, что, в общем-то, иногда от этого страшно становится. В современном историческом дискурсе, я имею в виду исторический дискурс прежде всего западный, подобный подход является аксиомой. Ну, Мишель Фуко давно умер, он мало прожил, и ладно, у нас к нему в стране относятся весьма специфическим образом, уж не знаю почему, хотя это самый цитируемый мыслитель 20 века. Но, если верить скрупусовским статьям по количеству цитат, он превосходит всех остальных, даже Дивмунда Врейта. И, тем не менее, такие крупнейшие современные мыслители, историки, медиевисты, как Мишель Пустеро, допустим, стоят очень жестко на позиции вот этого подхода, и исследователи, которые занимаются одной исторической эпохой, могут легко продемонстрировать насколько мы ее не понимаем. И вообще не можем понять, если будем подходить к ней со своими лекарами, со своими мерилами. Конечно, по истории звука, слухового его восприятия, сохранилось очень мало старых источников. Поэтому то, что я буду вам давать, скорее всего, завтра, это будут мои, скорее, гипотетические предположения, хотя, поверьте, большего основания, чем у меня, на это, наверное, мало у кого может быть, потому что я буду это давать по тому историческому периоду, простите, по которому я сейчас семитонник пишу. Ну, это моя основная сфера научных интересов, это история европейских символических систем. Меня интересует, прежде всего, Ренессанс, эпоха к нему максимально приближенная, хотя и не только европейский Ренессанс, и азиатский, ну, естественно, Ренессанс в кавычках тоже. Таким образом, в общем-то, не являясь ученым-медиевистом, тем не менее, я достаточно серьезно занимаюсь именно этим историческим периодом, и могу продемонстрировать вещи очень удивительные, которые музыканту любого могли бы, повторюсь, даже напугать, потому что нам кажется, что, в общем-то, звук мы воспринимаем, и люди прошлого воспринимали так же, как мы. Для того, что слух наш на обо уровне физиологии не менялся еще со времен развит эргоминитором. То есть он нам достался от самых-самых далеких предков, и с тех пор никак не менялся. И зрение тоже. Но, чтобы доказать, что слух меняется, достаточно обратиться к тому, как изменялось отношение к цвету. Потому что все мы по большинству визуалы, даже композиторы, тем не менее, ну, только слепой композитор. Хотя это тоже спорный вопрос. Вот, говорят, что даже они визуалы. Ну, То есть большая часть воспринимаемой нами информации воспринимается зрительным образом. А это значит, что, естественно, и в источниках в наибольшей степени отражается именно зрительное восприятие. И Кустуров в своих работах, которые есть, благо, на русском языке, четыре книги переведены. Вот. Истории цвета особенно интересные. Уже на данный момент есть черный, синий и вот только что вышедший зеленый. Вот. Совершенно блистательные работы, в которых он ставит вот такой вопрос. Я вам продемонстрирую это на примере русского дискурса, русского языка. Естественно, Пустуро демонстрирует это на французском языке. Вот. Но, в общем-то, пример будет, думаю, вам понятен. Дело в том, что в древности даже иерархия цветов была совершенно другая. И люди в древности цветов почти не замечали. Я имею в виду не цветы, да, цвета. Цвета спектра. Но вот такое есть чудное слово в русском языке как синий. Сейчас мы его чаще всего применяем, вот, синий вес, допустим. И многие даже думают, что оно имеет отношение к конкретному цвету, который производным образом от него выведен. То есть, синий. Но вот если мы возьмем такую замечательную птицу, как синицу, и попытаемся ее рассмотреть со всех сторон, то синего мы не найдем. Нигде. Почему? Потому что она желтая. Стоят вопросы. Неужели они путали синий и желтый? Нет. Это маловероятно. Это как раз подход опять же с нашей колокольни. Просто в древности слово синь, которое действительно относилось к небесам, оно означало яркий. И синица, будучи тоже яркой, естественно, вполне правомочный носит это имя. Таким образом, то есть, человек древности воспринимал не шкалу, не оттенок, как это мы сейчас воспринимаем, а яркий, блеклый, и так далее. Ну, например, тот же пустырол приводит в пример, что большинство древних источников описывают небо, как золотое. Не синий. Совсем. Ну, а воду, как темную. Ну, потому что синий цвет в европейской культуре появился, если верить этому же самому пустыку, только в 13 веке. Наша эра, не до новой эры, понимаете? То есть, речь идет не о том, что зрение поменялось, для того, что в 19 веке, когда гуманитарно-историческое знание еще было в своем зачаточном состоянии, в общем-то, может быть, что его не было, это скорее его предпосылки, даже считали, что в эпоху античности люди не видели синего вообще цвета. Сейчас это понятно, что это величайшая глупость, что зрение у них было абсолютно такое же, как у нас, но из этого можно сделать радикальнейший вывод, который для нас важен. Почему? Потому что я на примере цвета пытаюсь продемонстрировать то же самое со звуком. Цвет никак не связан с тем, с, в общем-то, нашими органами зрения напрямую. Естественно, он с ними связан, но то, что мы воспринимаем как цвет, является культурно обусловленным фактором. Это часть культурного кода. Если что-то в культурный код не входит, мы это просто игнорируем. Мы не то, что этого не видим, мы не обращаем на это никакого внимания. Например, для человека средних веков было принципиально важно, является поверхность глянцевой или матовой. Сейчас, допустим, для нас экран такой глянцевый или матовый, тем более антибликовый, это все равно один и тот же черный монитор. Это черный цвет. Вот есть у нас ноутбук, вот с моей стороны, он не отсвечивает, или вот колонка, замечательно, да, колонка черная. И есть вот телефон. И тот, и другой мы назовем черным. Но ничего подобного в средние века не было. Для глянцевого черного и для матового черного было два совершенно разных слова. То же самое для белого. И глянцевый черный и глянцевый белый могли быть фактически синонимами. В то время, как глянцевый черный и матовый черный были прямо противоположны. Почему? Потому что этот отражает цвет, а свет это Бог, согласно обустим блаженному. Этот приумножает цвет, значит он сокрайный. А этот поглощает цвет, значит он инферналин. Вот и все. Вот как можно воспринимать цвет. Я всего лишь хотел на одном единственном примере показать, что все, что мы воспринимаем в области культуры, цвета, звуки, их организацию, относятся к культурному коду эпохи. Таким образом, одна из ключевых ошибок в подходе к анализу инструментов, инструментальной практики прошлого, это то, что в исторической науке называется анахронизмом. Анахронизм это применение в общем-то позиции, не соотнесенной со временем. Анахронизм у нас пошла доставка уже. Анахронизм это не обязательно нечто устаревшее, это не совпадение со временем. с временем в данном случае историческим. Ну и еще один на закуску уж вам дам пример, он наиболее эффектный у пустуров. Мы привыкли к тому, что синий цвет это холодный цвет. В общем-то для этого не нужно знать историю искусства, достаточно пойти в любой клозет, да, и в уборную, и в какой бы стране мира вы не оказались, если сантехник не перепутал ручки, то синий кран это холодная вода, красный кран это горячая вода. И я не случайно обратился к этому примеру, потому что самые глубокие, самые укорененные примеры это те, которые самоочевидны. Вам не нужно учить этого, вы знаете, что холодная это холодная, так синий это холодная вода. И естественно с такой же колокольни подходят к анализу исторических миниатюр. Например, можно очень часто, особенно в юнгианской аналитической литературе, которые теперь уже вышли за пределы психологии, ушли уже не знаю куда, культурологию, философию, чуть ли не истории искусства, можно часто прочесть, что там, допустим, миниатюры средних веков и раннего возрождения, то, что называется интернациональная готика вне Италии, они имеют синий фон, и это связано с неким аскетизмом, с неким относительно холодным взглядом на этот мир. Но все бы было замечательно, если бы в эту эпоху, эпоху средних веков, синий не был бы самым теплым цветом гамма. Это самый теплый цвет, который на тот момент наличествовал в шкале. Вот насколько может вывернуться культурный код за относительно ограниченное количество времени. А мы сейчас начнем говорить об инструментах, которые появились 40 тысяч лет назад. Понимаете? А здесь речь идет о той же самой христианской культуре, в которой Европы по-прежнему пребывали. А, или еще один мой любимый пример, на этот раз уже из области музыки. Я его часто привожу, ибо он производит достаточно сильное впечатление. относительно недавно написанные музыкальные произведения, такие как Травиат или Богема, имеют в своем сюжете обращение к такой болезни, как туберкулез. И, в общем-то, все ходят на эти оперы, им кажется, что они там что-то понимают, что очень жалко героиню, плачут там в платочек, рыдают. Но, в общем-то, не учитывают одного простого факта. То, что в реальной медицинской практике, не как это светило науке, анализировали своих трактаторов, а в реальной практике, до Первой мировой войны, туберкулез стандартно считался венерическим заболеванием. Вот и все. То есть, насколько это переделывает весь сюжетный ход. Понимаете? Насколько это позволяет по-другому взглянуть просто на нарратив, на сюжетную канву этих произведений. При том, что это совсем недавно написано, если речь идет о Пучиневской богемии, но это чуть больше сотни лет назад. Уже поменялся культурный код. Понимаете? И вся прелесть смены культурного кода в том, что нам никогда не удается отследить, когда он сменится. То есть, как мы только попадаем в следующую его фазу, все предшествующее нами осмысляет уже из новой фазы. И кажется, что так всегда и было. Вот в чем дело. И естественно, вот эти моменты, я на них не случайно так много времени потратил, потому что, когда мы говорим о истории и истории музыки, и тем более истории музыкальных инструментов, ибо речь идет о еще более отдаленном периоде, нужно к этим вещам очень-очень корректно относиться. То есть, нужно, во-первых, по возможности знать все, что относится к культуре этой эпохи, а во-вторых, не делать все-таки каких-то решительных выводов, и либо делать эти выводы в качестве инструментального допущения. То есть, просто некого допущения, которым можно пользоваться. поэтому сегодня все, что я буду вам показывать под инструментарию древнего мира, я буду сопровождать колоссальным блоком ряда лежащих моментов, прежде всего относящихся к мировоззрению этого исторического периода. А обращение к этому, так скажем, этой составляющей истории человеческого, оно всегда сопряжено с новейшей летикатурой. Вы понимаете, то есть, если вы попытаетесь историю Египта изучать в Абаджу, обычно его очень любят все читать. Это, конечно, выдающийся ученый, или Мюррей, у меня нет никаких к ним претензий, но, в общем-то, они жили тогда, когда мой прадед даже пришли. К современной науке имеют самое посредованное отношение. Естественно, история, это еще один важный момент, который нужно знать, история интересна тем, что она обновляется каждый день. Идут археологические раскопки, и каждая новая находка может полностью переконструировать представление о прошлом. Например, я этот курс читаю вот уже 11 лет, и основная находка, о которой будет, допустим, речь идти вот уже буквально сейчас, она была найдена в 2008 году. Основной аргумент. А в 2015-м был найден такой, так скажем, артефакт, который опять заставил меня полностью переосмыслить наиболее древний исторический период становления инструментов. То есть, это постоянно обновляется, и поэтому, естественно, быть не в курсе этих материалов, это значит, в общем-то, подписать своим выводом смертный приговор. Это то, что постоянно обновляется. Как бы это ни было парадоксально, но, в общем-то, прошлое творится в будущем, в настоящем будущем. Да, оно постоянно переосмысляется, переструктурируется, в попытке приблизиться к его пониманию. и мне кажется, что я уже обозначил достаточное количество отправных пунктов для нашего цикла, и, в общем-то, я его хотел бы начать с такого важного вопроса, который я могу адресовать и вам, а не делать его исключительно риторическим. Это зачем человеку потребовалось создать искусство? Есть идеи на этот счет. И вопрос останется риторическим. Я сегодня обозрение другим людям показать. То есть, в данном случае, ваша версия получается в качестве средства коммуникации? Ну, средства коммуникации связи между поколениями, то есть, будущим поколениям передать там что-то, какое-то послание. Версия принята. Не бывает версий неправильных или неправильных, да, любую версию нужно рассмотреть и лишь потом отказаться от нее, если она кажется неработоспособны. Но. В данном случае вы скорее делаете отсылку к области, чем объясняете причину. Для нас сложнее. Вот, вторая версия. Вторая версия максистская, да, в качестве, так скажем, развлечения, да, определенного сферы развлечения, искусства для удовлетворения, так скажем, эстетических потребностей. А может быть еще в качестве эксперимента. Ну да, да. И в качестве, то есть фрезеровскую версию услышал, да, в качестве практического применения и в качестве новизны как таковой. Агандонская версия. Вот, четыре версии. Теперь, пока мы их на немножко оставим, и второй вопрос. А как вы думаете, какой из искусств появилась первая? Музыкальная. И ах, вся музыка, а почему там эти штаны? Потому что непосредственно человек передает информацию с помощью голоса, а голос непосредственно имеет как-то звуковой вид, начал звукового колебания. Но речь ведь не является музыкой. Ну, речи не было сначала, были выгрыки. Была интонационная речь, да, ее мы сейчас можем встретить в виде наиболее древних языков, типа китайского и так далее, то есть там тоновая речь. Понятно, что это уже не совсем то же самое, что было давно, но, по крайней мере, ближе. если верить рансьеву, то такая же речь была даже древней Греции. Мне кажется, все искусства не были разделены между собой. То есть это что-то совместное. Хорошо, имея версию, что музыка, имея версию синкретического единства искусств, и на жорфаке, где я преподаю, там студенты как-то стабильно выдают танец. Ну, в качестве допущения его тоже возьмем, да, для рассмотрения. На самом деле танец абсолютно не годится. Понятно, что не живый. Почему? Потому что, так скажем, найденные музыкальные инструменты, да, наиболее древние, они намного старше, чем первые найденные изображения пищи. Уже понятно. Ну, живопись отсекает. С вырезанием скульптурных подобий человека немножко посложнее, ибо там ситуация мутная, и есть спорные статуэтки слишком спорные. Венера из Береха Трама, если вы знаете эту замечательную историю, в общем-то она ставит под сомнение вообще все периодизация, истории человеческой культуры ранее. То есть там речь идет о нескольких сотен тысяч лет. Но это очень спорный артефакт. Большинством ученых не принимается. То есть считается, что это выветривание. Понятно, что естественным образом подобие человеческой фигурки тоже может быть произведено. То есть со статуэтками немножко все посложнее, но на самом деле все равно музыкальные инструменты для ремней. Остается вариант с танцем. Танец тоже не годится. Почему? Дело в том, что для того, чтобы мы могли танцевать, нам нужен ритм. Да, когда мы уже знаем искусство танца по-настоящему, мы можем воображать ритм. И танцевать без музыкального сопровождения, как бы виртуально представляя его в голове. Но изначально нужен ритм для того, чтобы в голове можно было что-то представить. То есть значит ритм все равно раньше появился. Даже если мы предположим такое искусство, которое проверить с помощью изысканий археологических мы не можем. Да, танец мы не можем иметь. Значит все равно музыка должна быть древней. И естественно тогда как такового слова, уж тем более художественного слова не существовало, когда речь идет об времени возникновения музыкального искусства. Значит поэзия и литература быть тоже не мог. Естественно остается у нас именно музыкальное искусство. Оно действительно появилось первым. Более того я вам чуть позже объясню даже насколько возможно оно древним является. но вернемся к нашему первому вопросу. А собственно зачем человек создал искусство? У нас будет четыре версии. Я вам предложу версию пятую свою. То есть я вам задал неслучайно вопрос в том виде в котором я его озвучил. Именно так этот вопрос ставился на протяжении значительного количества исторического времени а я считаю что он поставлен неправильно на него вообще нельзя правильно ответить. Зачем человек создает искусство? Здесь есть уже допущение о том что человек создает искусство и что у этого факта создания искусства должна быть какая-то цель. Здесь допущение ничем не проверено а я его собираюсь поставить под сомнение а человек ли создал искусство? Не вдаваясь ни в какую упасибу метафизику но мы попытаемся разобраться с этим вполне и вполне на конкретный пример может ли искусство быть автономным от человека и может ли искусство возникнуть самопроизвольно для этого нам как раз придется обратиться уже непосредственно к первым историческим инструментам и посмотреть вот на такую находку это неандертальская плейта из Дивьи Веба это у нас Словения она была обнаружена относительно давно в 1995 году Иваном Турком и в общем-то произвело фурор настоящий в археологии и естественно в области тех кто занимался историей музыкальных инструментов но несмотря на совершенно потрясающий потрясающую дату по отдаленности от нашего времени это примерно 43 тысячи лет то есть более 40 лет до новой эры тем не менее на самом деле эта находка не является судя по всему исключительной дело в том что в начале 20 века таких флейт было найдено достаточно большое количество но во время второй мировой войны они были уничтожены они погибли то есть сейчас их мы можем с ними работать только по описанию так что в общем-то это не является чем-то абсолютно уникальным но является артефактом подтверждающим древность музыкального искусства прочего музыкального искусства целый ряд исследователей в частности Франческо де Рико поставил в общем-то музыкальность этого инструмента под большое сомнение дело в том что оказалось что то что мы видим на этой кости а это кость пещерного медведя является следами зубов пещерной гиены то есть это не было сделано сознательно а это прогрызенная кость из которой животное хищник пыталось ну насколько оно может извлечь костный пуск но несмотря на то что так скажем предположение о том что это может быть естественного происхождения артефакт лишь похожий на флейту но флейтой не являющийся совершенно не значит что этот инструмент этот артефакт так пока назовем не мог использоваться как флейт ну думаю многие звери попадали под зубы пещерной гиены а уж коль скоро у нее зубы были на определенном расстоянии и действительно большие кости могли проломить отверстия то в общем-то подобные кости можно было найти судя по всему в эту эпоху достаточно часто а человек как известно в тот момент являлся не самым значительным хищником на планете и в общем-то питался всем что попадалось а что есть самое ценное в кости что хищник типа гиену достать все-таки не сможет это собственно костный мозг у гиены есть лапа она может прижать кость к камню но она не сможет взять в руки кость и высосать этот самый костный мозг до конца она будет пытаться проломить кость насколько возможно его слезать оттуда таким образом если гиена оставляет самое ценное что только может быть а человеку не представляет никакой трудности в общем-то у нее после пиршества гиены это забрать и доесть а теперь представьте себе такую ситуацию что древний человек в данном случае нендерталец берет эту кость и начинает высасывать костный мозг когда он его высосет возникнет звук от испуга он может отпустить одну возникнет другой звук все механизм запущен знаете в данном случае нужно понимать что существуют саморазвивающиеся системы я считаю что музыка как раз является саморазвивающейся системой и если один раз она была запущена пускай непроизвольным образом далее она уже развивается сама по себе и в данном случае я вам приведу сравнение с речью сравнение с лакановским подходом к речи дело в том что в лакановской школе считается что в общем-то так же как глупо задавать вопрос а зачем человек научился говорить это бессмысленно да вопрос то есть человек речь ему не для чего-то нужна а человек является носителем такой саморазвивающей системы как язык по типу как вирус ну наиболее понятно просто в данном случае зачем нам вирус не зачем да мы являемся его носителем и здесь то же самое язык развивается автономно а уж коль скоро мы являемся его носителем то пользуемся им как можем понятно что в качестве того заветного инструмента инструмента который способен дотянуться до чего-то как заменитель руки речь свою функцию не выполняет мы можем назвать проектор но дотянуться отсюда до него не смог то есть это иллюзия захвата предмета ну и доказательств тут на самом деле относительно речи миллион для того чтобы в это углубляться нужно отдельный курс читать я лишь отсылаю к тому же лакану или к курсу Александра Смулянского лакан ликвест который он читает уже много лет в Санкт-Петербурге это наш современный современник наш философ петербургский очень крупная на мой взгляд фигура то есть то же самое происходит на мой взгляд и в музыкальном искусстве однажды появившись непроизвольно оно начинает самоорганизовываться естественно по типу усложнения как и любая самоорганизующаяся система и в данном случае уж если возникли эти две ноты ты ими же можно управлять более того человек уж не настолько туп он понимает что произошло закрыл опять ноты изменился открыл а потом можно догадаться что удобнее не вдыхать а выдыхать воздух хотя в такую маленькую флейту и вдоха будет достаточно чтобы она издала звук так что мы имеем на самом деле совершенно уникальный иной взгляд в котором я убежден на все сто процентов хотя естественно это не более чем гипотеза но что вообще ставить вопрос о том зачем человеку нужно искусство это в общем-то вопрос совершенно некорректный вы можете вспомнить марксистский взгляд на это в качестве базиса и настройки я думаю что для Макса принципиальной и наиболее древней культурой которой он мог в принципе пользоваться являлся древний Рим ибо там это работает это единственная культура наверное ну кроме 19 века возможно где Максов положение действительно можно применить понимаете если мы обратимся к самым древним источникам мы сейчас как раз их посмотрим то вы убедитесь то что искусство особенно на ранних порах своего существования несоизмеримо превосходило технологии просто несоизмеримо а человек в то время был крайне уязвим он не мог обратиться к искусству от излишества это не значит что ему делать было нечего да и то есть появилось свободное время как полагают уже не Макс а марксисты и это время он стал тратить на искусство как некую симуляцию реальности которая тоже помогает не приспособиться так вот исторические примеры свидетельствуют как раз об обратном то что искусство особенно в древнем мире когда человек наиболее был уязвим всегда превосходило технический инструментарий человека то есть музыкальные инструменты были намного сложнее чем инструменты бытовые от которых зависела жизнь этого самого человека и вот мы собственно и приходим к ключевой находке древнего мира мира еще периода Ориньяка это находка флейты из Холлифельс ну полых скалы можно встретить русский перевод этого названия эта находка была сделана как раз в 2008 году Николасом Конрадом и его командой это выдающийся археолог из университета Тюбингена вот эта флейта сделана из лучевой кости сипа ну типа грифа с пятью отверстиями она достаточно крупная на больше двадцати сантиметров типа вот этой ручки чуть-чуть длиннее тонкая она датируется сейчас возрастом не менее тридцати пяти тысяч лет здесь тридцать девять даже тысяч лет здесь у меня другие даты даты в данном случае разнятся но повторюсь не менее тридцати пяти тысяч лет то есть совершенно колоссальный временной объем отделяет нас от этой флейты и рядом были еще обнаружены несколько обломков флейт выполненных из кости мамонта также в этот же временной период были обнаружены целый блок флейт в еще одном месте это Гайсен Крестерле тоже на территории Германии и это конечно находка перевернула весь мир то есть она отдалила возникновение музыкальных инструментов просто в разы напомню что флейты из Словении были признаны артефактом имитирующим музыкальным инструментом а не музыкальным инструментом насчет этого то что это флейта ни у кого никаких сомнений возникнуть не могло более того эта флейта абсолютно уникальна уникальна она по той простой причине что вы здесь видите пять отверстий а это значит что для того чтобы на ней играть нужно две руки потому что большим пальцем мы ее будем придерживать более того играть вот так вот простите ну никак неудобно они же с одной стороны расположены отверстия а теперь представьте я думаю что может быть многие из вас преподают в музыкальных школах я такого опыта в своей жизни не имел но зато знаю впечатления моих коллег которые там преподавали и знаю что такое научить современного человека homo sapiens sapiens синхронному владению мелкой моторикой двух рук то есть синхронизации правой и левой руки желательно не синхронизации в смысле их одновременно мы используем а последовательно да так что можно было что-то более-менее меняемое извлечь до кого а теперь представьте что речь идет о флейте которую до сих пор половина исследователей относят к неандертальской культуре а часть говорят что она свидетельствует о том что значит караманьонцы такие в Европу все-таки раньше пришли но так или иначе и неандертальцы и караманьонцы сорокатысячелетки давности не обладали сознанием в современном понимании этого слова то есть современного типа сознания у них естественно нет а это значит а во первых крайне маловероятно то есть невозможно чтобы эта флейта была создана сознательно с определенной целью для достижения какого-то практического результата марксовская концепция отлетает полностью более того это значит что человек использует на этой флейте такие приемы которые по большому счету невозможны в его же быту то есть быту он использует измеримо более сложный простой инструментарий чем та техника которая требуется для игры на этой флейте и здесь я думаю вполне корректно было бы вспомнить о таких исследователях как Люсье Левибрюль с его предположением до логического мышления древнего человека понятно что Левибрюль живший на рубеже 19-20 века высказал эту мысль неправильно за что его благополучно раскритиковали он от нее в конце концов отказался но что было у исследователей типа Фрейзера или Левибрюля чего в общем-то сейчас нет у нас живые свидетели настоящих первобытных племен неиспорченных айфоном сейчас сложно найти племя где по крайней мере у главы племени чтобы не было мобильных устройств каких-то по крайней мере раций как телевелосипед пускай жалоб но тем не менее тогда же в 19 веке это были еще действительно примордиальный тип мышления в 19 веке их называли примитивы учитывая то что в русском языке это слово имеет не самое лучшее коннотации да я буду использовать слово примордиальный значение то же самое первичное первородное да первопорядочно примордо и эти самые примордиальное мышление оно даже не дает возможности разделения на внутреннее и внешнее ну человек допустим идет видит дерево ему приходит мысль в этот момент что там твой брат замышляет против тебя хочет тебя сверкнуть он думает дерево сказало хорошее дерево нужно ему там жертву принести оно же дело говорит посоветовало что-то то есть разделение то есть внутренний диалог выносился вовне и связывался с тем предметом который в этот момент человек видел собственно мистическое соучастие повторюсь концепции его крайне спорно и в таком виде упрощенном в котором я вам даю неестественно не применимо в науке но тем не менее все современные исследователи того что осталось от ныне существующих примордиальных племен в общем-то поставляют не менее экзотическую информацию так что тип мышления естественно был другой а речь идет уже конечно же о тех кому смело можем назвать потомками карманьонца здесь же речь идет о большой доле вероятности что это вообще неандертальцев создавали мышление такого функционального еще нет орудия труда растеешь и тем не менее такой сложный инструмент который заметьте это 40 тысяч лет а если мы обратимся и взглянем на современную блокфлейту то по большому счету разница не такая уж и большая в общем-то из камыша подобный инструмент мог сделать и древний грек а простите и древнегреческая культура это совсем другой уровень культуры это альма-матер европейской культуры и искусства в принципе то есть в данном случае с большой долей вероятности инструментальное предположение о самозарождении музыкальных инструментов и саморазвитии как относительно самостоятельной системы и является вполне оправданным 43 тысячи лет мы имеем зарождение случайное 39 тысяч лет мы уже имеем вполне развитый самостоятельно развивающийся инструмент который в общем-то очень сложен если сравнивать его с тем что в этот момент было в искусстве и технике человека того времени а что в общем-то было в искусстве и технике в этой же самой Холе Фельс была найдена фигурка которая сейчас является едва ли не самой древней всеми признанной фигуркой полиолитических венер это тоже отдельная тема для этого нужна дело в том что полиолитические венеры в отличие от флейты вполне возможно выполняли функцию вполне практическую то есть не были в полном смысле словом произведением искусства в то время как в общем-то как с практической точки зрения функционально можно использовать флейту тем более с той большим количеством отверстий представить тебе достаточно сложно вот еще одна фотография флейты чтобы в сравнении с руками увидели и вот собственно а и это фотография еще одной древнейшей флейты это я из Гейсенклейстерля тоже флейта правда проще чем из Холи Фельс но сложнее чем из Диви Баба то есть усложнение музыкальных инструментов стремительное по тем временам понятно что для нас это немыслимая цифра да 2000 лет это время нашей христианской культуры а здесь мы 2000 лет как один день считаем но тем не менее развитие музыкальных инструментов в сравнении с инструментами бытовыми просто стремительно так нам сейчас это продемонстрируют но вот в общем-то обратимся к находкам из Холи Фельс вот еще одна находка с ней у меня отдельная есть тема целая я считаю что ее могли вообще в принципе использовать в связке то есть как област то есть более простые флейты найденные после более сложных инструментов могли быть в паре таким образом инструмент становится еще сложнее то есть говорить об упрощении потом не совсем корректно мы не знаем практики эксплуатации то есть ну всем же известно что начиная с шумер акадской культуры используются двойные духовные инструменты а это значит что упрощение флейты пока не доказано что она использовалась именно одиночным образом это не доказано будет никогда в общем-то здесь речь об этом понимать бесперспективно а вот эта находка потрясла абсолютно весь мир она была как раз сделана в пятнадцатом году и в общем-то до этой находки это опять все тот же Николас Конрад все тоже в том же самом месте дело в том что считалось что придение веревки изобретение древнеегипетской культуры но можете себе представить где древний Египет и где салон тысячи лет назад древний Египет в лучшем случае пять тысяч лет назад и здесь найден инструмент который не просто абсолютно гарантированно является средством для веревки придения но и мы видим что он активно эксплуатировался таким образом с этой цепью это самый высший хай-тек этого времени это просто сверхтехнологии потому что в общем-то до этой находки я приводил хай-тек вот такой высший хай-тек конечно эпохи неандертайцев это каменное скребло универсальное средство ну вот а если его еще примотать к палке так можно и руку удлинить а можно еще запустить ближнего своего вообще в принципе универсальное средство техническое которое очень долго не модернизировалось ибо было совершено в пятнадцатом году находится конечно совершенно уникальный памятник но заметь если до этой находки изобретение веревков ледения приписывалось древнеегипетской культуре это значит что в течение фактически 35 тысяч лет это оставалось хай-тек это пиковое достижение цивилизации ничего более совершенного на смену этого придумать не могли здесь речь идет о том что инструмент проходя спустя там двадцать пять тридцать пять тысяч лет остается тем же самым а музыкальный инструмент вот такой там из дивьебабы был с двумя отверстия здесь мы уже имеем три отверстия а из холи фельдс пять отверстий разница между ними там в две тысячи лет по меркам того исторического периода это очень стремительнейшее развитие почему здесь оно есть там его нет а потому что там это как раз марксистский базис функциональность а функциональность как раз это то на что человек тратит с моей точки зрения самое малое количество своего времени он носитель двух вирусов первый вирус язык саморазвивающаяся система второй условно-естественный вирус кавычка это искусство то же саморазвивающаяся система он реализует их развитие а как раз восставшееся от этого время занимается вопросами своего выживания а не наоборот и естественно остается на выживание достаточно мало и мы видим насколько мало эволюционирует инструментарий насколько убог инструментарий древнего человека и насколько совершенны его инструменты связанные с искусством ну допустим приведу нам пример из нашей жизни вот стоит видеокамера это относительно новое средство анонсировано в осенью прошлого года куплено несколько недель назад самое новое что есть в этой сфере и есть допустим музыкальный инструментарий ну не знаю балалай например вот как эта камера устроена я прочел инструкцию в 300 с чем-то страниц на английском языке краткое описание просто тех функций которые там есть ну простите моих знаний ни в области физики ни в области высоких технологий никаким образом не хватит чтобы элементарно разобраться как каждая из ее частей действует то есть я могу научиться пользоваться да но я никак не смогу объяснить как создан сенсор который воспринимает многоуровневый сенсор свет да и так далее мне это непонятно сколько бы я на эту тему не читал до конца это понять я могу понять чем они отличаются от соседей да качество которое я получу на выходе но не могу понять как это сделано до конца понимать осознательно ну а уж тем более не смогу это сидя здесь на столе сделать это никто не сможет даже тот кто разработал эту камеру для этого нужны дополнительные сложнейшие средства а на их строение еще средства и так далее да до бесконечности ту же самую балалайку простите если мне дадут чертежи и средства все необходимые для ее реализации и даже если не дадут то сделать я ее смогу она будет звучать не как балалайку мастера а как балалайку которую делали в деревне то есть просто как-то звучать она будет и строй даже тот же самый для этого можно использовать просто овечьи кишки не нужно даже струны покупать то есть речь идет об инструменте на котором учатся в УЗИ и не только здесь даже там в Петербурге например учатся да и в наши дни разрыв между хай-теком здесь а я привел вам в пример простите просто камеру я не привел вам там адронный коллайдер да или какие-то пиковые действительно научные разработки и тем не менее то есть разрыв между средствами техническими и теми которые мы используем в музыке он сейчас конечно в сторону технических средств в то время как в древней древности судя по всему все было наоборот мы инструмент имеем почти такой же как сейчас в то время как но сейчас наверное даже дауном можно научить там штопать что-то а не каменным скреблом пользоваться понимаете вот в чем дело то что Максова концепция которая достаточно долго являлась фундаментом в частности для советской школы исторической науки она не работает не потому что она неправильна что она нам не нравится идеологически я как раз Макса очень люблю как ученого это действительно уникальная фигура и всем советую ну по крайней мере капитал да сейчас появился обновленный перевод ну не столько перевод сколько терминологию причесали более или менее привели к тому виду который соответствует оригиналу это великая книга по-настоящему но говорить о том что искусство является надстрой кстати Макс такого себе не позволял речь идет о марксистской позиции имеется ввиду его последователь конечно же прежде всего Маркс как раз не выходил из сферы своей компетенции он был экономистом и разрабатывал то сферу которую знал и не разрабатывал то что не знал естественно но позиция устоялась и считалось что действительно фундаментом являются социально-экономические отношения а искусство культура это нечто что появляется позже и выполняет в общем-то функцию скорее такую досугово развлекательную но однако факты исторические свидетельствуют о чем-то прям противоположном то есть если мы обратимся к любой древнейшей культуре будь то самый древний город на планете читал Хьююк да в Анатолии его возраст ну примерно около десяти тысяч лет то есть он отстоит от египетских пирамид дальше чем пирамида от нас даже там посуда глиняная керамическая посуда украшена настолько сложным орнаментом вы можете представить что такое сделать посуду на гончарном круге ну в общем-то это дело недолго а сколько времени нужно на то чтобы ее расписать а это колоссально тем более как расписать продумать этот орнамент да конечно он передавался из поколения в поколение но ему нужно точно соответствовать и тем не менее сохранилось огромное количество этих самых керамических изделий украшенных сложнейшим орнаментом что значит что как раз не функционал их был важнее всего а то что саморазвивающая система под названием искусства дошла уже до определенного пика требований которые она предъявляла к человеку как носителю культурного кода в котором мы живем и без которого собственно существовать и не можем мы в него вписаны и то есть это такой вирус который в общем-то удалить из нас не получится удалив его мы в общем-то просто перестанем быть человеком примеров тому масса просто люди часто думают что на самом деле сейчас особенно когда технологии ушли от искусства достаточно вперед по крайней мере в сфере их технической реализации многие думают что в общем-то действительно искусство является важной частью досуга человека оно нужно для развлечения но вот есть такой феномен как феральные дети это дети которые потерялись ну по типу Маугли или Тарзана но только к сожалению в отличие от классических образцов литературы из них супергероев не получится при всем том что они даже попадут в руки человека и с ними будут работать самые классные специалисты по детскому отставому развитию психологи и так далее их можно довести только до уровня дауна при том что никаких повреждений мозга в них нет вот и все они выросли вне культурного кода и они человеком не являются при том что шимпанзе соответственно дает интеллектуальный результат намного выше человек потеряв контакт с искусством и культурой хотя бы на мгновение да откатывается назад не на сто лет как говорят там в бронзовый вверх пойдем да не попадем мы в бронзовый век мы попадем в век когда господствовали гоминиды на ветках а может быть еще дальше ибо есть более развитые гоминиды чем те же самые адауны так что вот в чем дело то есть вот то есть человек включен в несоизмеримо большее пространство культурное куда включены музыкальные инструменты и поэтому постановка вопроса зачем человек сделал музыкальный инструмент и даже постановка вопроса а человек ли его сделал пример если предположить что гипотеза относительно укуса гиены правда то в общем-то даже и не человек а он получается начинает использовать нечто как музыкальный инструмент а мы с вами выяснили что именно это и является определением музыкального инструмента то есть если музыкальный инструмент начинает использоваться не для забивания гвоздей да а с музыкальной целью то вот в этот момент когда одна нота сменила другую это же была не сигнальная функция запускается саморазвивающийся механизм музыкального искусства он начинает усложняться усложняться и усложняться до бесконечности но на самом деле я вам так красиво долго рассказывал про эту первую флейту и как бы из нее могли извлечь первые звуки понятно что это не более чем предположение и мое причем собственно а раньше причем на порядок раньше могли возникнуть ударные инструменты то есть если здесь речь идет о 40 тысячах лет то вполне вероятно ну по крайней мере 200 ну конечно не 400 это на порядок это уж я махнул но по крайней мере 200-250 тысяч лет вполне могли уже возникнуть ударные инструменты понятно что их доказать археологическая наука и найти когда бы то ни было не сможет никак то есть узнать что вот этот-то камень использовался для выстукивания ритма а другой камень или этим камнем на самом деле всего лишь обтесывали это высокотехнологичное каменное скребло естественно нельзя а может быть этим камнем крошили череп ближнему своего правильно мы это установить уже не сможем в случае с черепом ближнему наверное сможем там может кровь остаться но можно же совмещать приятность полезную сначала раскрошить череп ближнему своего потом постучать ритм потом скаменное скребло высечь и так далее многофункциональный инструмент получается то есть естественно ударные инструменты доказать точку показать пик их возникновения не будет возможно никогда но понимаете просто применив простейшую логику сказать что вот эта флейта реально является первым музыкальным инструментом но это глупо первая глупость история ну навряд ли была настолько заинтересована в науке и в наших знаниях что сохранила для нас реально самый первый музыкальный инструмент то есть то что она до нас дошла это значит что их тогда уже было очень много вы можете себе представить это не египет то есть это влажно это альпы предгорье да то есть это сплошь кость будет сгнивать то есть чтобы эта флейта попала в такие ситуации чтобы была полная депривация контакта с кислородом чтобы это все не истлело это исключительные условия если они возникают то это значит что в общем-то речь идет об уникальной находке которая одна из тысяч существовавших в тот момент а если в этот момент уже настолько много столь сложных инструментов то естественно логично предположить что чем дальше назад тем они будут больше упрощаться но чем дальше мы идем назад каждый шаг наш должен быть больше и больше опять же это достаточно легко можно продемонстрировать насколько допустим развиваются быстрые технологии сейчас и насколько медленно они развивались там тысячу лет назад и насколько медленнее там пять тысяч лет назад то есть этот шаг постепенно сокращается все быстрее быстрее начинает происходить то есть значит если мы хотим от этой флейты отсчитать до первых двух камней из которых просто научились получать простейший ритм подражающий там не знаю только что произошедшему камнепаду дату в 250 тысяч лет естественно она гипотетическая мне не кажется натяжкой а если вспомнить Венеру из берега от Рама да которую датируют там чуть ли не под 300 тысяч лет то вполне возможно что стоит еще дальше эту цифру построить потому что повторюсь я абсолютно убежден что именно музыкальное искусство а именно использование ударных инструментов является первым искусством оно также могло возникнуть непроизвольно человек обстукивает или свое несчастное это каменное скребло или высекает кол дерево обстругивая камнем и неожиданно они складываются в определенный ритм который его увлекает он хочет его повторить он хочет его обновить усложнить у него нету такого желания в смысле функциональной потребности его захватывает саморазвивающаяся система по типу искусства она будет только усложняться но мы это знаем на примере истории музыки этот процесс не обратил так что в общем-то все предпосылки есть к тому что Максову концепцию но если не переставить с головы на ноги как когда-то он пытался Гегеля переставить с головы на ноги так же можно и Макса переставить однако Гегель не получится что удивительно я считаю в данном случае что нужно лишь в качестве допущения предположить что действительно искусство может существовать в каком-то смысле независимо от человека а человек лишь является включенным в ареал его саморазвивающийся саморазвивающийся вектор направленный естественно вперед то же самое на самом деле с языком происходит насколько мы знаем много в языке исключений неудобных допущений которые действительно приходится учить с которыми приходится справляться и они так сложились язык является таковым и этим просто приходится пользоваться пользоваться так ну насколько он позволяет пользоваться вот и все у Лакана были более радикальные взгляды он вообще считал что например существо даже может быть не цельным на самом деле например ставить вопрос о том откуда краб знает как пользоваться клешней вопрос некорректный по типу а зачем человек создан музыкальный инструмент просто клешня умеет складываться она находится на крабе ему приходится ее таскать а он использует ее настолько ну насколько в общем-то она ему может пригодиться избавиться он от нее не может и в данном случае речь идет о том что мы сами являемся достаточно сложной организованной системой а не чем-то абсолютно единичным в общем-то с этим мифом человек расстался еще с открытием Фрейда что человек не один хозяин у себя в голове в общем-то Лакановская школа пошла еще дальше я не берусь судить насколько правомочны такие утверждения Лакана возможно это не более чем метафора но то что мы с вами посмотрели по периоду относящемуся к наиболее архаичной это даже уже не музыкальной все-таки а наиболее архаичного периода музыкальных инструментов в общем-то оно такую гипотезу по крайней мере может поддержать я не утверждаю что она правильная и единственная возможная я лишь показываю что здесь все может сложиться если мы будем рассматривать вопрос с такой точки зрения а значит формулировать вопрос зачем человек создал искусство зачем он создал музыкальные инструменты некорректно так как остается открытым вопрос а он ли его создал или он включился в этот процесс а может быть как раз музыкальные инструменты создали человека потому что понимаете если запускается достаточно сложная система система которая идет по пути своего усложнения это требует все большего и большего усложнения и тех интеллектуальных процессов которые за это будут отвечать и как бы это не было парадоксально тем не менее первые настеланные росписи которые уже являются визитной карточкой собственно человеческого искусства музыку мы послушать на этой плете не можем там в пещеру шаве спуститься и посмотреть на эти удивительные росписи мы можем и они соответствуют тому что было там нарисовано понимаете то есть в данном случае живопись сохраняется в том же формате в котором она была тогда а здесь мы можем говорить только о музыкальном инструменте какая была музыка мы не знаем да кого тем не менее первые примеры живописи появляются после музыкальных инструментов то есть запускается искусство усложняется мышление человеческое и появляются и технологии и появляются и новые новые векторы направления применения этого самого искусства вот собственно моя версия моя модель моя модель которая предлагает рассматривать скорее человеческую культуру порожденную искусством а не то что искусство это некая составляющая человеческой культуры и мне кажется пример с феральными детьми это демонстрирует безупречно то есть выпадает человек из культуры а оказывается что он и не человек то есть мы не являемся человеком по рождению мы являемся человеком по погружению в культурный код нет культурного кода получаем феральных детей получаем то что не то что ни БНМС вязать не можем а даже применяя все новейшие методики интеллектуального развития в лучшем случае имеем дауна а не как ни Тарзана и ни Малка вот и все и соответственно пойдем с вами дальше мы рассмотрели с вами историю возможную историю возникновения ударных инструментов и историю возникновения инструментов духовых что касательно инструментов струнных когда возникли первые струнные остается загадка то есть примитивных инструментов найдено не было Если моя гипотеза оказывается действительно верной, то, в общем-то, струнные инструменты, которые возникли позже, ударных и духовых, и должны первые возникнуть в наиболее сложных. То есть ударные – это просто два камня, духовые – это уже относительно изощренные инструменты, и, наконец, струнные – это уже будут развитые инструменты с резонатором, с декой и так далее. И такие инструменты, первые из обнаруженных струнных инструментов, мы имеем в культуре шумерской. Они ровно на порядок отстоят от инструментов духовых, древнейших, то есть они датируются возрастом примерно в 4 тысячи лет, 4-4,5 тысячи лет. То есть там у нас было 40 тысяч лет, здесь на порядок меньше. Ну вот как раз росписи из Чаталхьюка вполне будет оправдана. Здесь вы видите дату 7,5 тысяч лет до новой эры, но прибавьте еще 2 тысячи новой, и, в общем-то, вы получите все в те обещанные мной почти 10 тысяч лет. Совершенно древнейший, уникальный памятник. Обратите внимание на эти вазы, на эту керамику. Но, простите, она абсолютно уникальна. Она, конечно, не похожа ни на критомикенскую, ни на этрускую роспись по керамике, но она не уступает ей совершенству. То есть это абсолютно уникальная роспись, и говорить о том, что вот это все делалось просто для функционального использования, не представляется возможным. И, в общем-то, идем по струнам. В начале 20 века, а точнее, в первые его третьи, экспедиция в Улли, в шумерском городе Уль, находит несколько совершенно уникальных памятников. Это 4 музыкальных инструмента, которые археологи назвали, 3 из них лирами и 1 архой. Понятно, что самоназвание этих инструментов мы не знаем, как они назывались в этой культуре. Речь идет об инструментах, которые держат на руках или устанавливают на колено, их назвали лиры, и инструменте, который устанавливается на землю, он называется архой. То есть такой же, но значительно более крупный. Инструменты эти были распределены. Один попал в Национальный музей Ирака, это самый уникальный из этих инструментов, но вот, к сожалению, когда американцы помогали иракскому населению избавляться от их культуры, ну, в смысле, демократию устанавливали, вот, этот инструмент был почти полностью уничтожен. И сейчас он в не самом лучшем виде, точнее, в таком виде, который я обычно называю «красявый». Это когда такой красивый, что уж тошнился. Вот с левой, ну, от меня, получается, в данном случае, вот этот инструмент – это фотография до его разрушения, а это реконструкция. То есть уж не знаю, что от него реально осталось, но похоже, рожки да ножки. Потому что мы видим абсолютный апгрейд, он очень яркий, такой, в общем-то, сильно напоминает новодел. Но по размерам он, конечно, полностью соответствует оригиналу. И вот как раз эти лиры-арфы из Британского музея в Лондоне. Вы видите, серебряный инструмент один и инструмент с лазуритовой головкой быка с золотом. Инструменты сложные, уже имеют колки. И, конечно, выполнены они совершенно в уникальной технике. То есть сравнивать их с теми палеолитическими флейтами как-то никак невозможно. Это уже развитая культура, это совершенное воспроизведение головы быка. Особенно впечатляет вот эта клейка с лазуритом. Прошу обратить внимание, что у нее борода этого быка выполнена в форме двух раскрытых ладоней. И, естественно, в данном случае лазурит однозначно отсылает к небу. И вот этот жест, это жест дара. То есть музыкальный инструмент представляется в качестве дара, естественно, богов. Не в смысле приношения богам, а наоборот, да? Дара, не зашедшего с небес. К шумерской культуре относится еще один совершенно уникальный памятник. Это первое в истории изображение музыкального инструмента. То есть, понимаете, одно дело сам по себе музыкальный инструмент, а другое дело его изображение. То есть, речь идет уже о искусстве, об искусстве. Это штандарт войны и мира. Также обнаружены в Улле, в Улле, на раскопках в Улле. Штандарт этот всем известен благодаря тому, что там первое в истории изображение есть повозок. То есть, там уже было колесо, была колесница. И здесь мы видим арху. В данном случае ее именно держат в руках. Можно посмотреть, каким образом держался инструмент, как на нем играли. Это уже все хоть какое-то описание практики. Понимаете? Инструмент сам по себе. Может, это вообще не инструмент. Может, он стоял в программе для украшения. Здесь мы видим, что на нем действительно играют. И можно даже посмотреть, как его держали, какое он по соотношению с человеческим ростом и так далее. И вот так мы видим, украшен передняя стенка, передняя дефа этого инструмента. Для нас очень важен будет этот рельеф. Я сейчас его проанализирую, потому что он дает очень ценную информацию по раннему представлению музыкальных инструментов. То, что вы видите дальше, это укрупненная версия миниатюр, которую мы видим на деке инструмента. А вот это еще были укрупненные. То есть, можете себе представить, это, в принципе, небольшая лира. То есть, это миниатюрная работа экстра-класс. Что мы на ней видим? Мы видим на ней совершенно уникальное изображение. Во-первых, внизу некое существо, напоминающее кенгуру, но с большой долей вероятностью являющееся каким-нибудь кроликом или шакалом, держит инструмент, который по египетской традиции мы будем называть систру. Название, понятно, систрум латинское, но инструмент отчитается возник в Древнем Египте. В общем-то, с большой долей вероятностью это именно систру. Ударный инструмент. Систрум – это от слова трясти, то есть, если в русском языке есть слово «погремушка», то здесь буквально потрясушка. В общем-то, здесь это милоударный инструмент. Что касательно арфы, которая здесь уже стоит на земле, это крупный инструмент, и этих двух зверей. Ну, это не басни Ла Фонтена, но что-то близкое к тому. Что происходит с этими звероподобными существами? Прикасаясь к музыкальному инструменту, они, во-первых, с четырех костей встают на две. Что, ну, если там предположим, что это медведь, хотя маловероятно, то здесь это осел, но если медведь может, да, на двух костях передвигаться, то вот осел нет. А самое-то важное, что у этих, ну, в частности, у осла, которые являются барнокопытными, появляются пальцы. Вот он, миф, который хранится в самом древнем, вообще, культуре, которая дошла до нас. Миф о том, что именно инструмент сделал из зверя человека, а не наоборот. И понимаете, им пять тысяч лет назад, это было понятнее. Ближе был тот факт, что ты можешь перестать быть человеком. Сейчас перестать быть человеком достаточно сложно. То есть те же самые феральные дети сейчас, ну, если в каких-то совсем-таки убогих регионах Индии, где-нибудь, да, могут появиться. Обычно описание основной феральных детей это все-таки восемнадцатый век. Здесь речь идет о том, что человек, потерявший культурный код, в общем-то, сразу же становился зверем. И таких описаний на самом деле есть даже от девятнадцатого века. Особенно это связано с Америкой, с Северной Америкой, где можно было в лесах потеряться. И там этот феномен назывался Вендиго. Сейчас любят из этого делать всякие страшилки. Но вот в самом деле Вендиго это человек, который его охватил дух зверя, как говорили индейцы. Значит, он перестал быть человеком, он стал есть мясо других людей, он стал убивать, он стал, в общем-то, вести себя как животное. Что это значит? Он потерял вот эту связь с культурным кодом. Когда людей мало, когда мы не полностью погружены в культуру на всех уровнях. Ну вот, а мы в нее погружены полностью. Даже чтобы сделать этот стол, если даже понаблюдать за элементарно дизайном парт, столов, можно точно сказать, в какой временной период они сделаны. Понимаете? То есть даже они корреспондируют с искусством. Хотя, естественно, искусством не являются, являются цивилизационными факторами. Тогда же очень хлипкая вот эта серебряная нить культуры могла в любой момент прерваться. И она с одной стороны очень бережно хранилась, с другой стороны человек помнил, что именно искусство сделало из него человека, а не он сделал искусство для того, чтобы развлекаться. мне посчастливилось в этом году увидеть один из этих инструментов. Я был на привозной экспозиции, которую привозили в Эрмитаду из Бахрейна музея. Это дельмун культура. Это культура времени шумер-акадской цивилизации, в общем, там же и находящийся. Это остров Бахрейна. Это головка одной из таких лирв. Это головка музыкального инструмента. Понятно, что сам инструмент истлел, но так как головка была из металла выполнена, она сохранилась. И, конечно, когда видишь музыкальный инструмент, который с большой долей вероятности может быть отнесен ко времени даже еще чуть более раннего, чем те арты, которые нашел Вулли, это, конечно, производит очень сильное впечатление. Вот она, вся история странных астрологов. Это первое. Те, которые есть сейчас, они наши современники. И эта история, в общем-то, не такая уж и большая. Это максимум шесть тысяч лет. Максимум. Скорее всего, меньше. И были в шуме ракадской цивилизации духовые. И как раз я вам начинал говорить о возможности двойных духовых инструментов. Так вот, если там это лишь мое предположение, не более того, более того, я даже отстаивать его не собираюсь, это именно допущение, которое позволяет держать поле проблемно открытым. Я считаю, что это полезное свойство. Иногда не делать выводы, а оставлять их открытыми вопросами. Это уникальные вздвоенные инструменты типа Аблас, серебряные инструменты, которые активно использовались как раз в УЛИ. Ну вот, инструмент с очень специфическим звуком, мы это послушаем с вами. Ну вот, ну понятно, что на воссозданных они на этих самых, но они абсолютно такие же. И как раз я вам сейчас предлагаю послушать попытку реконструкции музыки искусства древней Месопотамии, естественно, что касательно музыки, которая будет звучать, то это высшей степени экспромт. никакого отношения естественно к Месопотамии она иметь не может. От нее не сохранилось ничего. Но инструменты абсолютно точно воссозданы, их тембр и звук будет точно соответствовать тому, который использовался в этой культуре. Мы с вами смотрим там в случае не музыку, а инструменталь. «Месопотамии» «Месопотамии»» «Месопотамии» «Месопотамии»» «Месопотамии» 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 «Месопотами» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Понятно, что, повторюсь, музыка могла быть абсолютной, ничего общего с этой не имеющей, но, в общем-то, тембр послушать вполне по этому примеру можно. То есть специфическое, дребезжащее звучание большой арты. Не знаю, из чего изготавливались струны, но, думаю, с большой вероятностью из кишок. Потому что, все-таки, шелковая нить, она использовалась преимущественно в Китае для изготовления струны. Все остальное – это кишки живой, овечьей измены. И покажу еще один пример. В данном случае это пример шумерской лиры. Мы уже смотрели ее фотографию из британского музея. А сейчас послушаем, как она звучит. А опять же, этот инструмент получается маленький. Там была арта, да? Это такой же, но уменьшенная версия, аутентичная версия. Но здесь, конечно, музыка будет совсем мало относиться к исторической традиции. Одно одеяние человека на ней, играющего, очень многого стоит. Он решил точно соответствовать тону серебряной лиры и одеться во всю серебряную. В древнем мире, как известно, было три типа одежды. Некрашенная, черненая и красная. Все. Я не сомневаюсь, что флажереты используют. Какой был тогда лад, какие или лады. Естественно, сейчас предположить тоже невозможно. Более того, даже когда речь идет всего лишь о текстах, посвященных шумерской цивилизации. Есть такая замечательная Лебезовская книжка, где, в общем-то, ставится насмерть первые попытки проинтерпетировать шумерские источники. Там очень много было интересных догадок выдвинуто относительно шумерской цивилизации. В общем-то, оказалось, что то, что считалось там священным текстом, что это записки кто чем, сколько кому должен и так далее. То есть, в общем-то, текст по-прежнему читается весьма в ограниченном объеме. Ты, может быть, корректно проинтерпретирован уж тем более. Так что, когда речь заходит о таком сложном феномене, как музыка, там остается только ориентироваться на музыкальный инструментарий. И Месопотамия дает нам еще один уникальный совершенный инструмент, который мы еще не встречали с вами до этого. Это тип струнноударных инструментов. Он, правда, возникнет позже. Он возникнет уже в Ассирии. Ассирия – это первая империя в истории человеческой цивилизации. Это у нас ассирийский цимбабр. В данном случае, before Christ, я думаю, что это однозначная ошибка, ибо Ассирия все-таки возникает позже. Три с половиной тысячи лет. Просто три с половиной тысячи лет. Тогда мы как раз попадем в период рассвета. Это 25-й, 26-й гекады новая. И отличное изображение двух исполнителей на древних цимбалах. Инструменты типа цимбалы. То есть у них палочки есть, и они ударяют по струнам. Таким образом, получается еще новый тип инструмента, на это раз струнноударные. И первая культура, которая, в общем-то, дает богатейший спектр информации по музыкальным инструментам, это, конечно, культура древнеегипетская. Именно после нее мы как раз и сделаем перерыв. Что такое у нас культура древнего Египта? Чем она уникальна? Ну, уникальна она, во-первых, тем, что существует она 40 веков. Ну, то есть колоссальный период исторического развития в моей культуре. Во-вторых, она уникальна тем, что впервые человечество начинает упиваться записанным словом, и они записывают вольно все. То есть от Египта осталось настолько большое количество письменных источников, что я даже побоюсь предположить, какой мизерный процент на данный момент их переведет. И в Египте, естественно, пышным цветом разцветают музыкальные инструменты, это уже развитая культура, это культура относительно к нам приближенная. А его инструментария, в инструментарии древнего Египта, известно достаточно много. Но начнем с того, что, в общем-то, музыка в древнем Египте имела божественное происхождение, очень высокий статус носила. Так было не во всех древних культурах. Ну, в частности, когда дойдем до Рима, мы узнаем, что в Риме было все как раз наоборот. Искусство было позорно заниматься. Здесь это высочайший статус. И вот вы как раз видите в руках Исиды Хадхуах Систер. Инструмент действительно очень похож на тот, который держала неведомо зверушка на изображении Шумера-Хадской культура. В своих изысканиях по поводу Египта я основываюсь на исследованиях прежде всего Виктора Солкина, на этих двух его книгах и на тех лекциях, которые он читает у нас в Москве. Это выдающийся современный египтолог, который каждый раз, пребывая из Каира, привозит совершенно новые данные. Поэтому, конечно же, когда речь идет об исторической науке, тут нужно держать руку на пульсе, и уже за год информация может уставиться. В их книге, это энциклопедия подовой редакции «Древний Египет», есть глава, посвященная музыкальному искусству, а та книга просто прекрасно демонстрирует «Древний Египет», причем весь, все 40 веков, но не по хронологии, а по проблематике. И там тоже относительно культуры есть очень интересные такие совершенно замечательные вещи. Эти книги просто написаны. Да и вообще советую, в принципе, хотя бы его лекции в интернет-сети послушать. Он очень много выкладывает. Я такая медийная персона, но он чуть меня старше, молодой исследователь. Что мы имеем от древней египетской культуры? Ключевым инструментом, как это ни странно, является инструмент ударный, казалось бы, достаточно простой, это систер или систру. Почему он настолько ключевой? По той простой причине, что в Египте музыки относятся весьма специфическим образом. Для египетской культуры музыка является синонимом жизни. То есть тишина – это смерть, звук – это жизнь. А это значит, что в храме, куда должны пребывать боги, должна всегда звучать музыка. Всегда – это значит совсем всегда. А теперь представьте. 40 веков существования египетской цивилизации. И в нескольких храмах на протяжении 40 веков звучит систер. Самый длинный концерт в истории человеческой культуры. Понятно, что это не один человек играет, это передаются инструменталисты, сменяют друг друга. Но так же, как горит вечный огонь, постоянно обновляется масло, да, и он постоянно горит, так же и постоянно шумит систер, означающий жизнь. Если вы взглянете просто на саму землю, которая именовалась Та-Комет, которую мы знаем как Египет, с одной стороны, это пустыня, красная пустыня, да, это тишина, ассоциирующаяся со смертью. Это, соответственно, запад, обитель западных – это обитель смерти. И, наоборот, там, где оазисы возле реки, там всегда эта река шумит, там всегда что-то происходит, мы всегда слышим звук, который является синонимом выживания, синонимом жизни. И, естественно, вот этот шум воспроизводится этим инструментом, и какой бы он ни был простой, он является ключевым для сокровенной музыки Древнего Египта. В Древнем Египте был даже бог музыки, его зовут, в старых источниках встретите Ихи, более точно Айхи, это божество музыки, но, как сейчас полагают, божество даже не только музыки, а именно Систра, то есть это бог конкретного музыкального инструмента. И само имя Ихи или Айхи, скорее всего, должно переводиться как «музыкант». То есть тот, кто играет на Систре, тот и есть музыкант. Это не просто вам какое-то там божество, это сын богини Хадхор, и по разным версиям отсылы его разные, это мог быть хор Пердецкий, это мог быть Ра и мог быть Гор. На территории недалеко от Луксора был храм в Дендерах, где, собственно, почитались три божества, божественная семья, это как раз Хадхор, Хор Пердецкий и Айхи. То есть вы можете представить, то есть ему поклонялись как ключевым богам. То есть это очень высокостатусное божество, пускай определенного локуса, но тем не менее. И здесь вы видите еще одну версию изображения Айхи, он не с Систром, а с пальцем в приложенную карту, да, в жесте, который уже в эпоху эллинизма будет назван жестом Гарпократа, жестом богомолчания, младенец города Гарпократ. То есть он был не только богом звука, но и богом отсутствия звука. Вот она динамика пульсации музыки и ее отсутствия. А на этой сцене вы видите, как два бога, это у нас Хмум и Хикат, творят бога Ихи. Здесь нужно понимать, что на самом деле эта сцена изображает рождение, рождение музыки как таковой. То есть Хмум – это бог-творец мира, а Хикат – это богиня плодородия. То есть в данном случае мыслится не то, что они создали Ихи, а то, что это творец, а она богиня плодородия. И их образы, присутствующие на одном изображении Иссыхи, должен намекнуть нам, что это рождение его. Естественно, в ту эпоху не было терминологии, не было абстрактных символов, и люди мыслили образно. И в данном случае нам придется с этим разобраться, ибо если мы не разберемся сейчас с мировоззрением древних египтен, в общем-то, специфику их инструментария мы не сможем понять никак. В чем суть основы мировоззрения древних египтен? Дело в том, что когда вы учились в школе, а может и так еще и сейчас преподают, считалось, что в древнем Египте многобожие, политизм. Но на самом деле это не соответствует. В действительности в Египте была очень специфическая форма религиозного взгляда, то есть было единое непредставляемое божество, которое называлось предвечным. Его иногда изображали в качестве смешения разных богов. Но, однако, это предвечное божество, оно непредставимое. И были его аватары. Вот, собственно, весь пантеон египетских богов это аватары одного и того же божества. Как подбирались эти аватары? Исходя из того, что в этот момент это божество производит. На самом деле, как бы это нам не казалось странно, но наша христианская религия, которая проистекает из гудейской, основана на том же самом. Если вы откроете Библию не в синодальном переводе, а в оригинале Туару, да, то вы обнаружите, что, в общем-то, имен-то у бога много, и они завязаны на том, что это бог делает. Вот в этот момент, допустим, если это бог благословляющий, то он так называется. Если он проклинающий, то он так называется. Если это бог карающий, то он так называется. И так далее. Вот по этому принципу и выстроены аватары египетских божеств. То есть каждый из этих аватар представляет определенную ипостась бога в активной форме. Покажу на примере вот бога Атопа, бога мудрости и письма. Кажется, что это многие мне студенты говорят, что типа они курили, какими галлюциногенами они пользовались, что у них божества в виде всяких зверушек. А я вам покажу, что это на самом деле абсолютно логично, и логичнее даже себе представить сложно. Если это бог мудрости, у него голова ибиса. Что такое ибис? Ибис – это дивная птица, стоит на мелководье. Мелководье в Египте, вы сами понимаете, в воде не видно ничего. Вода мутная. Стоит и изредка опускает голову. Возвращает голову всегда с рыбой. То есть, получается, ибис – это та птица, которая может ориентироваться в ситуации, когда ничего не понятно, когда не видно ни сгиба. Естественно, на роль бога мудрости должен претендовать именно ибис. Почему? Потому что такое изображение сразу же вызывает ассоциации с всем известным образом, стоящей этой птичкой, которая, когда человек не ориентируется абсолютно никак, отлично выполняет свою работу. Вот она и есть мудрость, как отличная возможность о ориентации в непонятной ситуации. То есть, на самом деле, головы всех этих причудливых божеств древнеегипетских демонстрируют лишь вполне осознанные и рациональные категории различных форм манифестации божества. В данном случае, божества, как божества письма, которое отождествлялось с мудростью в древнем Египте. Зачем нам нужно это знать для изучения инструментариев древнего Египта? А на самом деле, без этого вообще никак. Дело в том, что таких божеств, если суммировать всю территорию Египта, подчас насчитывалось несколько десятков. И для того, чтобы их отличать, там уже настолько тонкие были переходные грани, типа та же Исидахатхор, или Рахурадхе, это вроде бы уже и не хор, и не ра, а вообще другое божество, но близко и к тому, и к другому. И чтобы отличать все эти грани, естественно, нужно было, чтобы у человека было очень развито чувство дифференциации и памяти на эту дифференциацию. А теперь, это значит, что если наработана дифференциация в сакральной сфере, в общем-то, самой важной для человека древности, то она же будет работать, естественно, и во всех остальных сферах, в том числе и в искусстве. А это значит, с одной стороны, если у нас все это аватавы единого божества, значит, любой инструмент, который так или иначе соотносится с разным из этих божеств, может использоваться с любым другим, потому что они не будут противоречить, ибо они все соотносятся с конечной инстанцией единой. Я не случайно на этом делаю такое внимание, вам может показаться, типа, а что странного, что любой инструмент с любым другим может играть. Например, в Греции будет не так, а прям противоположным образом. Так что, на самом деле, это удивительно. И как раз в данном случае мы являемся наследниками древнего Египта. Если заточена столь высокая дифференциация на области культурного кода, то это значит, что в каждой сфере музыкального инструментария может быть очень много, совсем немного отличающихся инструментов. То есть мельчайшие детали изменения в конструкции уже фиксировались слухом и запоминались. И для этого у меня есть вполне корректные подтверждения. Я пойду, наверное, прямо сразу с них. Совершенно уникальный памятник. Это древнеегипетская труба, боевая труба. Вы уже видите, что в данном случае они большие. Это не то, что были медные трубочки типа Абласа в шуменской культуре. Это большие полноценные трубы. В чем вся прелесть продемонстрирована мной изображением? А в том, что вы видите трубу с урдиной и без. А речь идет примерно о восьмой династии. То есть трубы упоминаются с этого времени. Трубы серебряные обнаружены в гробнице Тутанхамона. Понятно, что это несоизберимо более позднее уже время, но тем не менее. То есть есть одна труба с раструбом металлическим, другая труба с надетым раструбом по типу сурдина. Вот вы видите, с той стороны. А теперь вопрос. Эти инструменты, естественно, были не музыкальными. Это сигнальные инструменты. Это инструменты, использующиеся в армии. Именно так это описано в текстах оригинальных. Так и вот. Сурдина и без сурдина. Слишком уж сильно отличаются звук от друга. Но не так уж сильно. То есть даже сейчас человек, если он, в принципе, совсем плохо ориентируется в музыкальном искусстве, если он услышит этот звук отдельно, а не в сравнении, может и не угадать. Понятно, в сравнении это легко угадать. А если бы просто отдельно слышать? Но, если это сигнальные инструменты, зачем звук сурдины и без? Они разные сигналы выдавали. То есть понятно, что на такой трубке ничего сыграть нельзя. Можно ноту извлечь, основной тон. Но, устанавливая раструб открытый и раструб с сурдиной, можно извлекать разный тембр. И это звуки означали, очевидно, ну, предположим, просто мое абстрактное предложение, там, наступление и отступление. А что это значит? Это значит, что куча неподготовленных в музыке людей, то есть военных, идеально на поле боя смогут отличить один звук от другого, причем, когда речь идет о государственной безопасности. Будут они отступать или они будут продолжать отступать? Вот почему я вам показывал этих самых огромное количество египетских божеств, почему я про них рассказывал. То есть степень дифференциации в этой культуре была настолько высокая, что они могли воспринимать даже в музыке настолько тонкие отличия, что, в общем-то, делать на них ставку в боевых походах. Но, кроме вот такого исключительно уникального случая, конечно, в Египте было и много других музыкальных инструментов. Господствующим, я уже сказал, был Систер, хотел, не мог его не показать. Это просто произведение искусства. Вы тоже видите здесь головку Хатхор, как раз матери Айхи, которая украшает собой этот декоративный Систер. Были и другие ударные инструменты. Особенно мне нравятся вот эти кастаньеты. Дело в том, что, судя по всему, вначале в храмах испроизводили шум собственными средствами, то есть руками. А здесь мы видим замену рук. Это инструмент, который можно хлопать, как ладоши, и этим самым не отбивая себе собственную ладонь. Вот в чем дело. То есть это именно инструмент-заменитель. Дженерик, да, как сказали бы в современной культуре. Появляются бронзовые тарелочки, которые будут типичны для античной Греции. В европейскую культуру они вошли под названием античные тарелочки. Это у нас бронзовый музыкальный инструмент. Это маленькие тарелочки. Это пыльцевые тарелочки. Это небольшие тарелки, которые издают достаточно пронзительный и долго длящийся звук, который тоже использовался в церемиальной музыке. Флейты появляются. На этот раз флейты уже фактически современного типа. Но заметьте, на самом деле, даже историю совершенства на флейта, ну не так уж она отличается от палеолитической. Но ее стали делать, конечно, из тростника, а не из костюм этого животного. Но, в общем-то, радикальной революции здесь не произошло. Зато появляются сдвоенные музыкальные инструменты, которые уже объединены в самой своей конструкции. То есть, если вы видели сдвоенный инструмент шамиракадской культуры, который, ну, в общем-то, можно и по отдельности эти тарелки использовать, то это именно парный духовой инструмент. По изображениям на заднем плане вы видите девушку, которая как раз играет в этот инструмент. Видно? Вторая с краю. Ну, остальные на струнных играет. По изображениям понять, был ли этот инструмент типа авласу, то есть в трости, или типа сдвоенной плейты, не представляется, возможно. Ну, вот как раз, это уже, конечно, греческий, я просто приведу пример, как он мог выглядеть. Это инструмент, который можно считать предшественником Гоболи. Он дает такой язычковый тембор. Вот, собственно, трубы, которые мы с вами посмотрели, самая уникальная, на мой взгляд, находка. И арха. Эта арха, чем она примечательна? На ней вы видите голову фараона. А если вы видите голову фараона, это значит, что она принадлежит семье фараона. Можете себе представить, какой статус был музыкального инструмента. Понятно, что фараон на ней играть не мог. По той самой логике, которую я только что объяснял. То есть, каждый из божеств является аватарой предвечного божества в определенном действии. Сам по себе фараон является репрезентацией города. Гор является, так скажем, аватарой предвечного божества в плане законного наследника власти. Естественно, император, в данном случае, фараон выступает в качестве аналога гора, как законный преемник власти. Естественно, если он будет играть на инструменте, а инструмент у нас соотносится с богом ихи, айхи, то, в общем-то, не грех его и убить в этот момент. Он же не фараон в этот момент. А, так что не думаю, что на нем играл фараон, а то, что на нем могли играть дочери фараона, на запрос. То есть инструмент семьи фараона. И это очень статусно. Инструментов было очень много, и, как вы видите, они могли использоваться все вместе во всевозможных комбинациях. Здесь вы видите сдвоенную флейту или авлас. Потом второй субъект играет на ударных инструментах. Далее вы видите инструмент плекторный, типа домры или домбры, да, и, наконец, арт. То есть четыре совершенно различных инструмента сочетаются вместе. Вот еще пример. И еще пример. То есть они могли объединяться в любых сочетаниях. И чем интересен для нас Египет? Египет интересен для нас тем, что он привносит совершенно новый тип струнных инструментов. В общем-то я его уже назвал. Это инструмент, который сейчас в России называется домбры. Дело в том, что до Древнего Египта все инструменты подобного типа, понятно, что мы их сейчас можем называть только современными именами, поэтому как ни назови, все равно правильно. Согласен, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Так вот, все инструменты щипковые, которые держал сам исполнитель, с корпусом по типу домбры, они были пыльцевые. То есть на них играли, как на балалайке. Именно так они использовали, в частности, хетами, откуда и были унаследованы египетской культурой. Но хеты, они не особенно были заморочены атрибутами власти, как Египет. А вот в Египте, если особенно это играет кто-то из семьи фараона, то, в общем-то, если он палец сточит, это не есть хорошо. Он должен быть совершенным. Он репрезентирует собой бога или богини. И в Египте решают эту проблему элементарнейшим образом. Они заменяют палец на медиатор. Появляются инструменты с медиатором. То есть, получается, соседствующий в народном оркестре ныне балалайка и домра, один имеет происхождение азиатское, по сути, исхетская культура, но, конечно, не треугольный. Треугольный только русский уголок. А круглый инструмент пальцевой, ну, по типу гитары, так скажем. Хотя это, конечно, условно. И инструмент типа домра произникают из разных источников. Инструменты плекторные все из Египта. До Египта плекторных инструментов не существовало. И сейчас мы с вами послушаем один дивный инструмент. Сейчас я восстановлю. Дело в том, что записи толковых на египетских инструментах, на их репликах нету. На них играют какой-то безумный нью-эйдж. Ну, вот я такое вам давать не собираюсь. Зато я нашел... Это запись о Дунгу. Это инструмент из Уганды, который считается, что сохранился со времен древнеегипетской культуры. То есть, понятно, что инструменты распространялись. И это инструмент, который до сих пор бытует такой в полународной традиции. И, в общем-то, внешне он точно соответствует тем изображениям, которые мы имеем от древнего Египта. И здесь, в общем-то, музыка будет такая, которую сохранила народная традиция. Понятно, что он же 10 раз менялся. Но, по крайней мере, не нередичь. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот такой вот инструмент, как считают исследователи музыки древнего Египта, в период позднего расцвета египетской культуры, там уже использовалась даже грамматика, и, возможно, даже не грамматика. А древние инструменты с большой долей вероятности все-таки диатонические. Ну, вот вы видите как раз один из древнейших инструментов фотографии типа домры, и на нем как раз играли плектор. И еще один очень важный момент, отделяющий египетскую культуру от всех прочих, это хирономия. Дело в том, что до сих пор нет подтверждений, фиксировалась ли музыка в древнем Египте или не фиксировалась. А если и фиксировалась, она для нас абсолютно утрачена, это не расшифровываемо. Но известно и то, что существовала хирономия. Это понятно, что в данном случае речь идет о греческом термине, в Египте это так не называлось. Что это такое? Это техника демонстрации жестом того, что должно звучать. По сути, древнейший аналог графической нотации. Потому что в данном случае в качестве графема является тот, кто показывает руками то, что нужно играть. Современный, виднейший композитор европейский Янку Думитреску, в общем-то это активно практикует. Он со своим ансамблем, он не выписывает ноты или почти их не выписывает, а именно показывает то, что нужно играть, и погружает музыку и зрителей в совершенно уникальный процесс. Понятно, что Янку Думитреску – это не древний Египет, это авангардное письмо, но в Египте тоже такая техника была. Это техника игры по жесту, без нот. То есть дирижер все показывает, он вместо нотного текста. И вот что удивительно. На и одном, и другом изображении вы видите не то, что дирижер, ансамблем дирижер, он дирижирует одним, единственным музыкантом. А вот теперь ключевой вопрос. А если это импровизация? Даже пускай импровизация по модели, как классические, старинные, да, импровизации, в номе, как это греки называли, или в модусе. Зачем исполнителю нужно показывать что-то, если он просто сам может сидеть и импровизировать? А вот тут у меня на этот вопрос есть, опять же, гипотеза. Это не более чем предположение, но оно, по крайней мере, заставляет эту картинку какой-то информацией поделиться с нами. Прошу обратить внимание, какие исполнители изображены здесь. Это духовые инструменты. А теперь вспомним, что все инструменты в Египте, да и в других древних культурах, очень тесно завязаны на культе, на религиозной практике. А это значит, что если музыкант считается проводником Бога Айхи, он же должен в состояние определенное войти, чтобы Бог в него не зашел. То есть не нужно думать, что, например, в древней Египте не изображали статуи в храмах, что они думали, что это изображение божества. Это ошибка. Это своего рода резервуары, в которые Бог мог не зайти. Это зримая форма божества воплощения, которого, если сделать все правильно и совершенно, и правильно провести ритуал, Бог туда сможет не зайти. И, естественно, здесь происходило то же самое. Если исполнитель войдет в состояние правильно, правильный лад выберет и будет все верно делать, то в него не зайдет Бог Айхи и состоится действо, таинство. Так вот, для того, чтобы войти в нужное состояние, нужно, естественно, читать молитву или заклинание, как ни назови, да, все, по сути, одно и больше. И если струнник это может делать в процессе игры, то духовик идет. И нужен человек, который будет читать, естественно, про себя заклинание, будет входить в транс, и из этого транса жестами показывать необходимый процесс музыкального развития, будет им управлять. А исполнительного духового инструмента будешь следить и по традиции, естественно, воспроизводить то, что нужно, то, что ему показывает жестами этот священник, священнослужитель. Это совершенно уникальная, опять же, традиция, никак не похожая на то, что мы увидим в последующей эпохе. И вот перед перерывом у меня осталось одно единственное сообщение, оно будет завязано на еще один инструмент. Дело в том, что мы с вами уже обнаружили появление ударных, причем самых разных, хордофонов, идиофонов, и даже мембаронофонов, использовались активно, будные, всевозможные, в том числе и в Древнем Эгипте. Духовые выяснили, что могут быть медные, деревянные, более того, выполненные из металла могут быть даже инструменты тонкие, которые мы бы сейчас скорее к деревянной группе отнесли. И струнные мы заполучили уже, щепковые, плекторные, на которых играют медиатором и пальцем, и, соответственно, ударные, струнно-ударные, по типу цимбары. То есть такой большой арсенал инструментария уже накопился, однако здесь нет одного важного инструмента, который был популярен для целой массы древних культур. Это инструмент, из которого в последующем произошла волторна. Дело в том, что до 18 века, до начала 18 века, вместо и всем известной нам волторны чаще всего использовался действительно рок. В общем-то, корна, да, это рок и есть. Использовался рок животного, на котором исполнялось музыкальное произведение. Так вот, я вам покажу всего два примера подобных естественных музыкальных инструментов, а один из них дожил до наших дней, это иудейский шофар. Соответственно, пишется, если кому интересно, шин, вау, пе, рэш. Просто для иудейской культуры буквы составляющие инструменты. Важно и для гематрии, и для понимания сути инструмента. Это рок, который известен еще с эры Машиаха, того, которого все на дальнем переводе мессиаем называют, и, соответственно, отсылает к такому эпизоду, когда Авраам пытается привезти в жертву Исаака. Это в качестве рога замененного животного, да, животного вместо человека, и выступает шофар. В качестве одной из ассоциаций. Шофар имеет такой богатый спектр параллелей в иудейской культуре, что я туда не полез. А именно на шофарах были разрушены, по легенде, стены Иерихона. Иерихонские трубы – это шофар. Шофар изготавливается из всего чего угодно, только не из тельца. Шофар, ибо, естественно, эра Машиаха имела очень неприятный эпизод – создание аароном золотого тельца. И чтобы не ассоциироваться с таким негативным эпизодом, из тельца, из рога быка шофар не изготавливает. Из него можно извлечь основной тон, в лучшем случае первый-второй эбертон. Есть разные призывы на шофаре. Мы послушаем вот с вами сейчас демонстрацию этого инструмента. Настолько долго, насколько только можно. Иерихонские трубы Традиция шофара существует и по сей день. Это одна из святых иудейской культуры. Так что, в общем-то, это инструмент, который не выходил из пользования на протяжении неограниченного количества фактически времени. И есть еще один очень близкий инструмент, правда, относящийся к индийской культуре. Это шанха. Чаще всего можете встретить название, как священная раковина Вишни. В чем прелесть этого инструмента? Получится очень хорошо на нем и закончить первую часть нашей встречи. Потому что с чего мы начали? Мы начали с того, что музыкальный инструмент – это тот, который используется в музыке. А вот теперь мы перенесемся в индийскую культуру. Там будет все не так. Я не утверждаю, что это именно музыкальный инструмент, но использование его специфично. Время того, что его, естественно, использовали как инструмент сигнальный, это понятно. Все, во что можно трубить, использовали рано или поздно, начинали использовать как сигнальный инструмент. Его использовали и в культовой, фрамовой музыке. Повторюсь, он ассоциируется с Вишной, является одним из его ключевых атрибутов. Но вот, что удивительно, чего мы не встретим в европейской традиции вообще никогда, что для нас немысленно. Шангхай лечится. Каким образом? Этот инструмент нужно истерить в порошок и употреблять. Сможете себе представить, например, скрипку, спилить, истереть его в порошок. И употреблять по несколько грамм в день. Да, для излечения тяжелых болезней. Вот как раз вам пример такой, который у нас может быть прописан по области вандализма. Там он считается с сакральным опытом, священным опытом. Когда музыкальный инструмент может употребляться вне музыкальной традиции, естественно, в таком случае музыкальным инструментом он уже не является. Он является снадобьем. Он является, возможно, частью какого-то священного ритуала, но никаким образом не музыкальным инструментом. Даже тот музыкальный инструмент, который только предназначен для истеральных порошок. Вот в чем, собственно, основной мой посыл. То, что если вы обратитесь к анализу старинных инструментов, инструментов, относящихся ко времени до новой эры, очень часто, во-первых, в кучу сваливают музыкальные, сигнальные. Я все-таки пытался их как-то разводить. И инструменты, которые, в общем-то, могут вообще не музыкальную функцию выполнять. Вот эти вещи либо недостаточно четко обозначены, либо вовсе не обозначены. А мне кажется, что это важно, иначе мы просто можем запутаться в том, что, собственно, мы анализируем. А, в общем-то, у меня по первому блоку все. Мы сейчас тогда сделаем перерыв. Нам Сергей скажет, сколько мы можем...